Приветствую вас, братья и сестры! Приветствую вас, братья и сестры! Мы о себе расскажем еще, поделятся свидетельством также. И, ну, я думаю, что я буду после них говорить слово. Ну, ничего страшного, тогда буду перед ними говорить слово. И слово это будет касаться дела благовестия, как благовествовать. И я именно буду рассказывать, как Господь меня вел через слово. И, ну, я не буду много приводить примеров, потому что Господь вел меня через свое слово, показывал те моменты, как нужно благовествовать, что людям говорить, как это делать. И Он это проводил меня через обстоятельства, посылал меня людей и на практике мне показывал, как это делать. Для начала откройте, пожалуйста, послание к римлянам, 10-я глава. Послание к римлянам, 10-я глава, с 13-го стиха. Тут написан от Господа апостолом Павлом принцип, как люди приходят ко Христу. И принцип благовестия тут тоже записан. Тут записано для нас слово, как нам действовать, если мы хотим, чтобы человек пришел ко Христу. 13-й стих. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Мы с вами хорошо знаем, что каждому человеку нужно спасение. Спасение от рабства греха, спасение от последствий греха, то есть от смерти. И тут написано, чтобы спастись, надо призвать имя Господне. Имя Господне, имя Иисуса Христа. Потому что Господь Иисус Христос даровал нам на кресте через Свою смерть, через Свою пролитую кровь, через Своё воскресенье, через дарование нам Святого Духа благодать, через которую мы спасаемся. И для того, чтобы стать участником, получить эту благодать, иметь эту благодать, надо призвать имя Господне. 14-й стих. «Но как призывать того, в кого не уверовали?» Невозможно призвать имя Господа для того, чтобы спастись, если в этого Господа человек не уверовал. Если он не уверовал и призывает имя Господне, это впустую такие шаблонные молитвы покаяния, которые не действуют в жизни человека. Поэтому, чтобы призвать того, кто спасает, в него надо уверовать. Дальше. «Как веровать в Того, о Ком не слышали?» Для того, чтобы уверовать в Того Иисуса Христа, Который спасает, Который дарует эту благодать, нужно слышать Слово. Слышать или читать Слово. То есть нужно, чтобы человек соприкоснулся со Словом Божьим. Как слышать без проповедующего? Для того, чтобы человек, не верующий, еще не призвавший имя Господне для спасения, услышал или прочитал Слово Божье, для того, чтобы он уверовал в этого Господа и призвал его для своего спасения, нужны люди, знающие этого Господа, которые ему скажут это Слово Божье или которые вместе с ним прочитают это Слово Божье, направят через Слово Божье к этой истине, которая открывает Господа Иисуса Христа. И как проповедовать, если не будут посланы, как написано, как прекрасны ноги, благовествующих мир, благовествующих благое. Здесь мы увидели четкий принцип. Как Слово Божье действует с неверующими людьми. Слово Божье, соприкасаясь с неверующими людьми, если эти люди позволяют этому случиться, через это Слово Божье, эти неверующие познают имя Иисуса Христа, познав, веруют в Него, и веруя уже призывают для спасения. Невозможно спастись молитвой покаяния, если человек не уверовал, а перед этим через Слово не познал Господа Иисуса Христа. Мы с вами все привыкли в последние, скажем так, 20 лет, зная историю нашей церкви, наших церквей, нашего братства, что очень существует много проектов евангелизационных. Существовало, по крайней мере, чуть-чуть раньше, лет 5 назад, что верующие люди выходили в народ и благовествовали. Были такие вот миссионерские проекты, миссионерские служения. Но мы также с вами знаем, что законы государства, в котором мы живем, а власть, которая этот закон постановила, Господь сказал, что вся власть от Бога. Даже тот страшный и лукавый дьявол, он действует не больше, чем ему допускает Господь. И мы знаем, что Господь все контролирует. И мы получили такой закон в нашей стране, который очень сильно ограничивает вот эти вот миссионерские проекты, донесение вот такого масштабного Слова Божьего в массы людей. Но я наблюдаю, что и люди сами, если мы сейчас пойдем в город, на площадь, они не нуждаются так, вот как они, допустим, нуждались в 90-е, вот в эти страшные годы, когда им не было что есть, пить, они не знали, что будет дальше. Сейчас они так не нуждаются. Ну, это мы с вами знаем, что нуждаются. А они думают ошибочно, что они не нуждаются в Слове Божьем. И поэтому они просто не будут нас слушать. Потому что мы наблюдаем, что этот мир, он находится в таком избалованном состоянии. Ну, большая часть мира, да, скажем так. Но мы с вами очень хорошо знаем историю сотника и Петра, римского сотника и Петра. Были два человека, сотник и Петр. И вот Господь готовил сотника. Сотник был богобоязненный человек. Из-за отсутствия времени мы будем по памяти вспоминать это местописание, вы его все хорошо знаете. Сотник был богобоязненный человек, да, он в молитвах обращался к Господу, к единому Господу, в которого он уверовал, потому что он служил, находясь в составе войска Римской империи, служил на территории Израиля. И Господь его готовил. Он послал к нему ангела, которому сказал, что к тебе, точнее, пошли человека, чтобы прислали одного человека, который скажет тебе Слово Божье. И одновременно Господь готовил Петра. Сказал, что сейчас к тебе придет человек. Да, мы помним, что Петр сопротивлялся, потому что он думал, что Слово Божье только для евреев. К тебе пришлет человека, с которым ты пойди, и в одну семью донеси Слово Божье. Бог готовил одного человека, благовестника, и другого человека, который, несмотря на то, что на территории Израиля Слово Иисусе Христе запрещено, оно гонится за теми людьми, их притесняют те, которые говорят Слово Божье. Но Господь готовил человека, сотника, его семью, который, несмотря на все эти законы, и хотел слышать это Слово, и готовил Петра, и послал Петра в эту семью, и несмотря на все вот эти обстоятельства в Израиле, на все эти законы, ну, в кавычках, так сказать, законы, да, все эти постановления от первосвященников, от фарисеев, Петр пришел, сказал Слово Божье о Иисусе Христе распятом и воскрешен. И вся семья сотника спаслась, потому что, услышав, уверовали, уверовав, призвали имя Господне для спасения. И Господь меня так вел, я не скажу, что, конечно, я там десяткам людям благовествовал, но Господь вел, что посылал мне людей, которых Он готовил, вот так, как сотника готовил, через обстоятельства, через еще какие-то сложные моменты в жизни, и посылал Господь меня, для того, чтобы люди, несмотря на вот эти все законы, да, несмотря на все вот это вот плачевное состояние, окружающего нас мира, который не хочет слышать Слово Божье. Эти были люди, желающие слышать Слово Божье. И когда нас Господь соприкоснул вместе, они слышали Слово Божье, потому что они этого хотели, и потому что Господь послал человека. Конечно же, я не приписываю себе все эти труды, это Господь трудился через меня, и меня использовал. И то, что я стал участником, это слава Господу, в этом нет ни малейшей моей заслуги, потому что без Господа я такой же, как и те люди, которым Господь меня посылал. И вот мы с вами видим, и вы слышали очень много в последние 3-4-5 лет таких свидетельств, как благовестие от сердца к сердцу. И я вижу, что Господь, во-первых, в Писании вижу, что много таких моментов, вот в истории с сотниками, была, конечно, проповедь Петра в день Пятидесятницы, когда он вышел в народ, и большое количество людей уверовали. Но и есть такие истории, как история с сотниками, когда это были индивидуальные благовестия, от сердца к сердцу, когда Господь готовит человека неверующего, и человека, который скажет слово неверующему человеку. И мы с вами видим, что в последние годы Господь нас так и ведет. Ведет к благовестию от сердца к сердцу. Мы очень часто с вами задаемся вопросом, почему в последние годы нет у нас такого масштабного благовестия. И братья, служители, и я в том числе, мы всегда говорим, что у вас есть много знакомых людей, людей, близких людей, которых Господь вам посылает каждому из вас в этом мире, в этом городе. Это наши коллеги на работах, это наши близкие родственники, которые еще не познали, не уверовали, не призвали имя Господне для спасения. Поэтому, если у вас есть желание, стремление благовествовать, то молитесь Господу и просите, чтобы Он вам показал вот тех вот людей, которых Господь готовит ко встрече со Словом Божьим. Мы говорим, это все, конечно же, в контексте служения подростковым, да, потому что будут сотрудники, мои сотрудники, с которыми я вместе служу в этом деле в Крыму, свидетельствовать об этом служении. И подростков служения подросткового я рассматриваю в служении благовестия, потому что это люди еще, да, они еще маленькие, да, молодые, но это люди, которые еще не познали имя Господне, так, чтобы уверовать в Него и призвать Его для своего спасения. Поэтому наше служение, наше совместное служение нашей церкви, нашего братства, подростковое служение, это в первую очередь наше служение благовестия, потому что мы доносим им слово о Христе, для того, чтобы они так же само через это слово познали Его, уверовали в Него и, уверовав, призвали для своего спасения. Но в последние годы я наблюдаю такую тенденцию, в последние уже многие годы, да, зная историю, хотя я человек достаточно свежий, 6 лет только в церкви, но зная историю, да, видя служение, потому что был я и в России, и на материке, слышал, как и все вы, о служении в Америке, в других странах, мы с вами видим, что наши дети, точнее, служителя, которые занимаются с нашими детьми, маленькими, подростками, да, с маленькими в воскресной школе, чем в основном занимаются? Занимаются тем, что учат ветхозаветную историю и очень редко говорят, конечно же, они слышат в церкви о Иисусе Христе, но все вот масштабное, вот это вот время, основное время потрачено, не скажу, что везде так, слава Господу, на изучение Ветхого Завета, на изучение всех вот этих имен, цифр, дат, на зазубривание это. Хочу обратить ваше внимание на одно местописание, это Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Иисус сказал ему, «Я есмь путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Изучая истории Даниила, Иосифа, Давида, Авраама и других серьезных, сильных мужей в Господе сильных, в Боге, в Боге Отце, потому что они тогда еще не знали Господа Иисуса Христа. Мы не познаем с вами, мы можем частично узнать о Боге Отце, но к Богу Отцу мы с вами не придем, пройдя мимо Иисуса Христа, не соприкоснувшись с Иисусом Христом. Иисус Христос говорит, что «Я есмь путь и истина, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И на это есть причина. Причина того, что человек не может прийти к Отцу, не познав Иисуса Христа или другим путем, причиной этому грех человеческий. Грех человеческий, который живет в человеке, начавшись от того первородного греха, он отделил человека от Бога и делает невозможным общение человека с Богом, с Богом Отцом. В ветхозаветные времена, для того, чтобы народ Божий, согрешающий народ Божий, я говорю о евреях, имел возможность иметь общение с Богом через первосвященника, для этого осуществлялась несовершенная жертва в виде непорочных животных. Но все равно в том достаточном общении, этого достаточного общения для спасения, вот эти вот евреи, которые какое-то общение имели через вот эти жертвы, они не имели, потому что не было еще Иисуса Христа, не было еще Его жертвы, для того, чтобы полностью полностью были очищены согрешающие люди, для того, чтобы полностью снять вот эту преграду, мешающую человеку иметь общение с Богом. И вся история ветхозаветная, она идет ко Христу. И мы, конечно, с вами в деле благовестия можем использовать ветхозаветные истории, но с той целью, чтобы познать Иисуса Христа. Допустим, если говорить о деле благовестия для наших с вами детей, мы можем с вами применять историю Даниила. Мы знаем, что... Я точно не знаю, по-моему, это 10 или 11 лет ему было, когда он уже был верующим человеком, вся жизнь его принадлежала Богу, и он не приступал ни на шаг к Божьей законы. Он был по нашим меркам маленьким ребенком. Но читая о нем, мы видим, что он уже был взрослым мужем в духовном плане, знающим Бога. И применяя, допустим, эту историю, мы можем показывать детям, что уже в 10, в 9, 11, 12, 13 лет можно уже познать Иисуса Христа, познать Господа, для того, чтобы уверовать в Него и призвать имя Его для спасения. И поэтому мы с вами должны уже трудиться сейчас с 9, 8 летними и младше, со всеми детьми, которые уже умеют говорить и понимают нашу человеческую речь, для того, чтобы доносить им вот это слово о Христе, и при том распятом и воскрешем, для того, чтобы через какие-то годы они познали этого Господа, уверовали в Него и призвали Его для своего спасения. Без этого слова о Христе распятом они не спасутся, потому что они не смогут призвать Его имя для спасения, они не смогут перед этим уверовать без этого слова, поэтому наша первоочередная задача людей, которые переживают об этом мире неверующем, и в первую очередь переживают о наших детях в церкви, мы в первую очередь должны доносить слово о Христе, и при том распятом и воскрешем. Еще хочу ваше внимание обратить на такое место Писания, как 2-е послание Петра, 1-я глава. 2-е послание Петра, 1-я глава, 3-й, 4-й стих. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью, славой и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования. Мы понимаем, о чем идет речь, да? Через познание Иисуса Христа мы получаем ту благодать, которую Иисус Христос нам даровал в своей смерти и в своей пролитой крови. Но обратите внимание дальше. Дабы вы через них, через вот эти обетования соделались причастниками божеского естества. Для того, чтобы мы имели общение с Богом, с вот этим божеским естеством, нам нужна та благодать от Иисуса Христа, дарованная на кресте через Его смерть и через Его воскресение, через дарованного Святого Духа. Наши дети, это не исключение. Для того, чтобы они стали причастниками божеского естества, им нужно вот те великие обетования, которые дарованы от Его божественной силы на кресте, и это все через познание. Это местописание я привел для того, чтобы еще закрепить вот ту истину о том, что через ветхозаветные истории люди не придут ко Христу. Но человек, познавший Иисуса Христа, уверовавший в Него, призвавший Его для своего спасения и получивший Святого Духа, ставший причастником вот этого божеского естества, потому что в нем находится Святой Дух. Уже когда Он открывает Ветхий Завет, то через Святого Духа, которого Он имеет от Иисуса Христа, Он уже через Иисуса Христа познает этот Ветхий Завет по-новому. Иисус Христос, Дух Святой в нас, открывает нам вот эту пелену, которую неверующие люди не могут снять и познать через Ветхий Завет Господа. А мы уже люди, знающие Христа, мы, читая Ветхий Завет, мы познаем еще больше нашего Господа, нашего Триединого Господа. Мы познаем через книгу Бытие, что это именно Иисус Христос сотворил землю. Сейчас чуть-чуть прочитаем об этом. Поэтому оставьте, да, конечно же, мы в целях общего познания Библии, общего библейского сюжета, то, конечно, мы можем доносить нашим детям историю из Ветхого Завета, но не тратить на это все наше время, которое даровал нам Господь во всех этих наших служениях, точнее, не наших служениях, а служения Господа Иисуса Христа, где Он нас использует. Оставьте вот это детям, когда, на потом, когда они познают Иисуса Христа, и они действительно откроют для себя вот это богатство Ветхого Завета, потому что у них уже не будет этой пелены неверия. Теперь вернемся опять к общей теме благовестия, и это касается в том числе и детей, и не детей, всех людей, которые Господь нам посылает. Я хочу вам буквально еще пять минут потратить и привести вам пример благовестия, который Господь послал мне, который я использую, когда Господь посылает мне людей, которые хотят слышать Слово Божье, или которые, по крайней мере, не противятся тому, что я с ними общаюсь и хочу им донести Слово Божье. Зачастую, когда Господь нам посылает таких людей, и мне, когда Господь только начал посылать людей, я не знал, как начать эти разговоры, о чем говорить, но Господь мне открыл один очень способ такой хороший, потому что это способ через Его Слово. Даже если человек, он не верует в единого Бога, он не верит в то, что Бог сотворил небо и землю, а он верит там в какую-то теорию эволюции, в теорию большого взрыва, но он хочет, он находится в трудных ситуациях, и он хочет, Господь ему посылает вас, чтобы вы ему помогли, и он хочет, чтобы в этих трудных ситуациях вы ему помогли, но он хочет это по-своему. И вот как я делал и продолжаю делать в таких ситуациях. Я открываю Евангелие от Иоанна, первую главу. Это очень хорошее место Писания, в котором есть вся полнота Евангелия, через которую человек соприкасается со Словом Божьим. Поймите, что, точнее, уверуйте, потому что понять нам это невозможно, только веру это принять можно. Слово Божье, оно действительно, так как оно действительно Слово Господа, а не людей, то это Слово Божье имеет в себе силу Духа Святого, а точнее Дух Святой с людьми работает через это Слово. И неважно, верят они во что-то, не верят во что-то, но Дух Святой силен, не мы, а Дух Святой силен через Слово Божье человеку дать истину, через которую он познает, уверует. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, первую главу. Это очень хорошая глава для того, чтобы начать с человеком общаться о Господе, с человеком, который хочет слышать, которого вам Господь посылает. Итак, в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него, через Слово, начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Мы с вами помним в книге Бытие, что перед тем, как что-либо Господь сотворил, Он произносил Слово. Да будет свет. Создадим человека по образу и подобию нашему. Кстати, самым основным образом и подобием человека, Богу, является то, что человек способен произносить Слово и воспринимать Слово. Это основное подобие человека Богу. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была, свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. «Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн, он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через Него. Он, Иоанн, не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете». И вот дальше открывается полное Евангелие. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». В мире был, и мир через Него начал быть. И мир Его не познал, пришел к своими, свои Его не приняли. Здесь мы с вами видим, что здесь речь идет о Иисусе Христе, который пришел в мир, но мир Его не принял. И тут мы видим, что мир через Него начал быть. Мы видим, что Иисус Христос является Творцом Иисус Христос является Словом. Мы с вами видим, что Иисус Христос является вот тем Словом Бога Отца, и через Иисуса Христа Бог Отец творил небо и землю, через Бога Сына. «В мире был, и мир через Него начал быть, и мир Его не познал. Пришел к Своим, и Свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его дал власть быть чадами Божьими, которые нет крови, нет хотения плоти, нет хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотию, и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». И когда я людям... Это очень хорошее местописание для того, чтобы нам его регулярно читать и напоминать всем нам то, что Иисус Христос, Который за нас умер, Он является Творцом, Самим Творцом. И когда я людям, которые Господь мне посылал, разбирал с ними это местописание, я здесь останавливался, и им, объяснив это местописание, говорил, что мы видим, ну это я и вам говорю тоже, мы видим, что Слово это основной инструмент в руках Божьих, в деле творения. Я всегда, кстати, когда людям, неверующим, читаю это местописание, я тоже беру вот то местописание, которое мы почитали в начале, Послание к кремлянам, 10 глава, 13, 14, 15 стих, где говорится о принципе, да, и говорю, что Слово это основной инструмент в руках Божьих, в деле творения и в деле уверования, через Слово, человек, через Слово о Христе распятом, человек веру и принимает и призывает имя Господне спасение. И продолжаю общение тем, что говорю этому человеку, который, Дух Святой уже начал работать с этим человеком, когда он соприкоснулся с этим Словом. И я продолжаю и говорю, что просто допусти, что действительно это Слово, которое ты держишь в руках, Библия, может быть Словом Божьим. Ну, вы понимаете, что это я говорю с неверующим людям, мы-то с вами веруем и знаем, что это Слово Господа. И допустив это, просто начни изучать Евангелие от Иоанна дальше. И есть действительно результаты такого вида благовестия, в котором Господь меня использовал. Поэтому, если кто хочет и не знает как, молитесь, чтобы Господь вам посылал людей. И я вам вот примел. Это не, ну, как бы не вот такой вот единственный вариант благовестия. Господь каждому из вас может даровать свои места, Писания, свои способы донесения Слова Божьего. Я просто говорю, что если вы не знаете, но хотите, молите, чтобы Господь послал вам человека. И вот я вам привел пример, как можно это делать. Давайте с вами, будем молиться все, по желанию, да? Да. Давайте встанем с вами для нашей общей молитвы. Молитесь, у кого есть желание. Молитесь о том, чтобы Господь нашей церкви посылал людей. И молитесь о том, чтобы Господь даровал нам мудрость и дерзновение для того, чтобы доносить этим людям Слово Божье. Будем молиться с вами. Господь Иисус Христос, я тебя славлю и благодарю за твою великую любовь к нам, за твою любовь, которая побудила тебя принять плоть и кровь для того, чтобы претерпеть смерть на кресте и через эту смерть даровать нам прощение наших грехов и дать нам возможность иметь общение, вот это потерянное общение по причине греха, общение с тобой, с триединым Богом. Благодарю тебя, Господь, за твое слово, через которое мы познаем тебя. И благодарю тебя, Господь, за то, что ты посылаешь людей нашей церкви, которым мы доносим твое слово и просим тебя, Господь, чтобы ты продолжал посылать таких людей, Господь, и использовал нас, Господь мой Бог, даровал нам это дерзновение, смелость, Господь, мудрость от тебя, чтобы говорить им слово твое, через которое они познают тебя, веру и примят, и призовут для своего спасения. Благодарю тебя за все, триеденный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Продолжение следует...